Этого малыша купили в одном из зоомагазинов в Монреале в Канаде. Уже на следующий день новоиспечённая хозяйка заметила, что с котёнком что-то не так. Кроха сильно поплохел. Он не мог есть, мучился от частой рвоты, ему становилось всё хуже. Ветеринары сразу определили, что Крохе около двух месяцев, и его слишком рано отняли от матери. Тощий котёнок был очень слаб и страдал от множества проблем с пищеварением. Даже для своего возраста он весил очень мало, всего 120 граммов. Хозяйка не могла заботиться о больном котике и отнесла его в приют. Врачи принялись лечить маленького Пуссю и немного восстановили его здоровье. Затем котика отправили на передержку к волонтёше Валере. В первое время девушка по часам кормила слабого малыша, пока он, наконец, не набрал вес. Забота доброй девушки быстро поставила Пуссю на лапки. После каждого кормления Валере брала его на руки, чтобы он спокойно подремал, зная, что он в тепле и безопасности. Результат такой чуткой заботы был налицо. Малыш поправлялся и расцветал с каждым днём. Уже через 10 дней после прибытия в новый дом Пуся смог есть самостоятельно. Когда Пуся окончательно выздоровел, опекунша познакомила его со своим домашним взрослым котом, Заком. Она не ожидала, что эти двое умудрятся найти общий язык. Взрослый Зак деловито взялся обучать маленького сородича всем важным кошачьим делам. Пуся ходил за своим наставником по пятам, повторяя всё, что тот делает. Эта парочка всё время проводит вместе. Они любят просто лежать рядом и общаться, на понятном только им языке, дружно играть и спать. Старенький Зак помогает малышу освоиться и вырасти. А Пуся заставляет взрослого котяру чувствовать себя вновь молодым. Совсем скоро Пусику начнут подыскивать постоянных хозяев. Сотрудники приюта пообещали, что найдут для малыша лучшую семью, желательно с другими кошками, чтобы этот общительный кроха не скучал. Продолжение следует... Продолжение следует...